Слава Господу нашему Иисусу Христу! Хочу засвидетельствовать о своей жизни, как Бог помиловал, спас меня. Родился в простой семье, жил и вырос, как все обычные дети. И так же попал в обман, на наркотик и преступный мир. И в тюрьму, с тюрьмы на свободу, свободы в тюрьму, так и жил. И много было у меня таких моментов, где доктора уже говорили, что тебя Бог живого оставил, потому что какие-то планы у Бога на тебя. Там мертвая корова у меня была, Бог забрал домой, дома исцелил. Доктора приехали посмотреть домой, почему я не умер. А Божий Дух сказал мне, и мой Дух, мне очень больно было. Я просил, душа моя просила, я был туда быстрее, я был туда, но знал, что не в хорошее место, чувствовал, что не в рай. И мой Дух крутился и с Божьим встретился, и назад Бог вернул. Тебе еще место здесь не готово. И домой приехал, и дома меня Господь исцелил. Эти доктора приехали через 19 дней посмотреть, почему я не умер. Помертвая кровь была, они мать домой мою отправляли. После того я жил, как жил, умирую. Я верил, что Бог на небе, а я здесь. Я Его люблю, Он мне помогает. И еще была история, когда мне сонным горло перерезали. И мало того, что я устал, доехал сам в больницу, и этот хирург мне сказал, сынок, для чего-то на тебя Бог спас. Потом повторяю, что? А он мне говорит, для чего-то тебя, сынок, Бог оставил на этом белом свете. И ним и словами у Бога на тебя какие-то планы. И опять же, я жил, как жил, точнее, в преступном мире. Всеми этими водился законами, грабежи, разбой, воровство, наркотики. И опять в тюрьму. И в тюрьме мне в зоне делали операцию. Я еще был там из братвы. Не был я покаян. И мне Бог поднял меня на небо. Показал мне, откуда я сюда пришел. Это было море. Но это было не море. Море было, как минеральная вода. Но это была не вода, это была жизнь. Она бурила, жизнь. И все мое понимание внутри меня говорило, что это я оттуда, я капля в этом море. Потом поднял меня Господь выше, там, где уже я отсюда буду. Уже там тело мне уготовано. И я увидел, там настолько было чудно, что мне мысли такие пришли. Заметьте, я еще даже верю, что Бог на небе еще не каялся. Что если я даже за Иисуса Христа жизнь отдам, я это не заслужу. Но мне голос сказал, такой голос, что каждая клетинка духа, понимание такое четкое сказано мне, что мне придется назад. И я понял, что не мне решать, мне придется в тело возвращаться. И я думал, там, ладно, тогда мне это все нужно запомнить. Сейчас я сижу в тюрьме, в лагере, мне делают, на больнице, мне делают операции под наркозом. Сейчас меня спустят, закончится операция, завезут в палату, отойду от наркоза, не буду ни есть, ни пить. И с телом расстану, с телом умрет, и я вернусь буду здесь. И когда меня Господь спускал, и вот так память меня позабирал. И я, когда так быстро спускались, я куда-то поселился, а раз такое темное чувство, куда-то меня опустили. И начал задавать свои мысли, где я, где я, открываются мои глаза, надо мной стоит доктор. И я понимаю, я понял, что да, ага, в теле, опустили в тело. И раз доктор увидел, я открыл глаза, и он мне опять, мне видно была эта шторка, и рядом капельница. Один доктор все время смотрел на меня. И они в капельницу, что-то алкоголь, у меня закрылись глаза, и я до конца операции чувствовал боль притупленную, но не мог ни крикнуть, ни пожалеть, ни рукой, ни ногой. До конца операции, и меня привезли в палату, я проснулся, я это все понимал, я понимал и помнил, и до сегодняшнего дня. Я свидетельствую всем людям, что люди, Иисус Христос живой. Он не в церквах нигде, как называемых, в разделениях, там Харизма, там Пятидесятники, Православие, нет. Иисус Христос, Он живой у вас дома на кровати. Открывайте Библию, читайте Новый Завет, молитесь. Сейчас есть телефоны и интернет, вы можете на видеосвязи с такими, как мы, в Духе поклоняться. Бог ищет поклонников в Духе живым. То есть не там, где религи, где попыли, всякие разделения, названия там себе дали, и там деньги, которые будут обманивать бедных людей, уводят от Бога. А дома, люди, читайте, молитесь, и Бог будет вам давать братьев, сёстры, как у меня. И по всей земле сейчас есть у меня братья и сёстры, которые поклоняются в Духе. Я вас просто прошу, это всё серьёзно, я свидетельствую, я вас умоляю, обратитесь к Господу, призовите Иисуса Христа в свою жизнь и покайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok